Реализация девяти проектов замежной допомоги, допомога беженцам и праца у лоткования молоди. Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» сегодня подвела выники деятельности в минулом ходе. Дохлица старылых по месту жихарства, навучание насельництва, оказание первой допомоги у ответственности с европейскими стандартами, проведение мероприемства по профилактиции распаусюдживания таких захворваний, как СНИД и туберкулез. Деятельность Белорусского товариства «Червоного крыжа» зараза життевляется одразу по некольких накерунках. При этом разом со штатными супрацовниками активный удел у мероприемствах приймают волонтеры. Подчас посяжения президиума областной организации огушиваются социально значные проекты, которые реализовывались в минулом ходе. А маль 600 переселенцев отримали ваучеры на огульную сумму в 130 тысяч рублей. При этом летость за допомогой звернулись грамадяне 82 краин. У темлику Сирии, Тангалесской республики, Инды, Бангладеш. Открыты кризисные центры для социализации людей, які опынулись у тяжким життевым становища. На его реконструкцию и оснащение было затрачено маль 80 тысяч рублей. У темлику спонсорские сродки. Паширил свою деянность проект «Няня червоного крыжа». Теперь догляд дятей-сирота життевляется у медицинских установах Гомеля, Мазыра, Рычицы и Жлобина. Не застався червоный крыж у Баку и от процессу допомоги молодым людям, які ожидают в праце латковаться на територии в области. Показание содействия в трудоустройстве наиболее уязвимым молодым людям среди мужчин и женщин. Тоже, на наш взгляд, это очень важный момент, когда молодые люди, используя опыт общественных организаций, используя опыт свой жизненный, могут трудоустроиться, найти работу. Это сделано прежде всего для того, чтобы люди не уезжали в поисках работы за территорией области, за территорией страны, а имели возможность легально работать, реализовать себя у себя дома.